Татьяна Репина – человек творческий, всю жизнь занимается искусством. Последние 10 лет посвятила пластическому инклюзивному театру. Татьяна – одна из 10 девушек-финалисток первого в Самаре инклюзивного конкурса красоты. Сегодня для участниц подготовили велоэкскурсию по Самарской набережной. Новые впечатления, новые идеи, новые мастер-классы. Вот велопрогулка для меня – это тоже много. Я всегда тоже хотела покататься на мостикле. Но поскольку они двухколесные, она весь отсутствует и как бы не удавалась. А это тут специальные муниципены, на которых мы сейчас отправимся в путь. Это мечта, которая сегодня стала реальностью, признается Надежда Панина, инициатор проекта, финалистка всероссийских конкурсов красоты. На протяжении месяца для девушек будут проводить различные мастер-классы и тренинги. С лекциями выступят косметологи, стилисты, ораторы и не только. Конкурсантки будут дефилировать на подиуме. Главная цель конкурса – показать, что каждая девушка – особенная королева. Суть проекта в том, чтобы донести, что человек красив еще и внутренне, несмотря на внешние данные. Человек красив внутренне. И то, что наши девочки находятся в определенном положении, это не дает им права думать о том, что они некрасивые и никому не нужные. И вот именно вот эту зерничку хотелось бы в них взрастить, чтобы каждая из них почувствовала себя королевой. Главный приз конкурса – публикация фото на обложке модного журнала. Проект проходит при поддержке администрации Самары. В середине осени, 8 октября, в концертном комплексе «Дирижабль» снова наступит весна. К этому времени каждая из участниц приготовит творческий номер и покажет себя во всей красе. Мария Левина, Константин Головин. События.